Приветствую вас, и в первую очередь хочу сказать, что понимаю ваше шоковое состояние. Действительно, вы серьезно думали, что у вашего сына с женой все хорошо. То у них совершенно безобучное отношение, что у них нет никаких проблем. И уверен, что ваш сын думал так. Но жена считала имя. И здесь, к сожалению, корень проблем заключается в том, что ваш сын не учитывал желания своей женщины. Если желания его женщины не были учтены, то естественно она не стала терпеть это и ушла. У нее на самом-то деле, даже по вашим словам, есть определенные претензии. Претензии связаны в основном с тем, что ваш сын много времени проводит на работе и по какой-то причине не уделяет ей внимания. Она не хочет, даже она не хочет, его жена видит их общих друзей. И это моя проблема. То есть, эта проблема в том, что ваш сын не уделял своей жене достаточного количества времени. Потому что, уделяя его уйдей, все было бы хорошо. И если говорить о том, что вашему сыну делать, то в первую очередь хочется сказать так. Пусть он даст время своей жене остыть. На развод она еще не подавала. Если ей подаст, то будет много времени, чтобы все исправить. Потому что, по законодательству, если один из супругов против развода, другой за, то дается время на примирение. Время на примирение там довольно прилично. То есть, время вашего сына все исправить будет. И будет с лихвой. Сейчас ему нужно успокоиться, дать жене остыть, а после проанализироваться эту ситуацию. Понятно, что же все-таки он делал не так. Выявить некоторые проблемы и попросить на жене прощения. Извиниться перед ней, не важно за что. Не важно, виноват он или нет. Извиниться. Если он любит и хочет вынуть, конечно. И вот тогда, можно что-то сделать. Но самым лучшим решением для вашего сына будет обратиться на наш сайт, вот сюда. И, наверное, как вы, задать вопрос. Только более подробно расписаться с вами. Потому что вы все-таки лицо третье. Вы не сам участник конфликта. И, чтобы конфликт решать, нужно все-таки иметь контакт с непосредственным субъектом конфликта. То есть, с вашим сыном и с его женой. Думаю, жена не захочет приходить на сайт, потому что для нее все понятно, для нее все определенное. То есть, ясно, но вот вашему сыну это очень нужно. И другое дело, если он не захочет на наш сайт приходить, вот тогда, да, туда есть проблема. Проблема заключается в том, что вам нужна вот это вот все передать сыну. То есть, когда он пока свою жену не трогал, быстро она подстенет, будет без него. Пересмотрит свои чувства, он пересмотрит свои чувства на расстоянии, в разводке какие-то моменты стали более понятными, более ясными. И тогда уже будет более-менее четко представление существовать о том, какие же все-таки есть проблемы. Ну, а может для этого встретиться все равно придется. Все равно придется встретиться и, значит, вот на этой встрече вообще нужно будет разговаривать. Или, если есть возможность, то разговаривать в интернете. В интернете, ну, опять-таки, после проходения времени. То есть, когда человек успокоится, когда уже можно будет с ним вести разговор. Разговоры вести желательно не на эту тему, то есть, не на тему разлуки, не на тему развода сразу, а начинать желательно говорить с каких-то нейтральных тем, с позитивных тем, а потом уже постепенно, постепенно говорить о том, что ваш сын скучает о своей жизни. То есть, строить диалог нужно именно так, что он мне нуждается, что он ее любит, что он хочет в небе, а не какие-то претензии. 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 Потому что женщина этого не любит. И вашему сыну нужно менять свое поведение. Это безусловно. Потому что то поведение, которое было у него раньше, при любом раскладе, оно неправильно. Потому что, ну, женщина никогда просто нахватка не уйдет. Она никогда ни с того, ни с сего не взорвется с места и не уедет. Потому что для женщины важно стать бестабильностью. Вы как женщина, я думаю, вы поймете то, о чем я говорю сейчас. Для женщины она стабильна. И любая угроза этой стабильности, ее смена, изменение ситуации достаточно болезненная. Болезненная не только для вашего сына, но и для нее тоже. И если мужчина по своей природе кочевник, то он более лучше приспосабливается к изменению этой ситуации, то женщина напротив. И, поверьте, она переодевает гораздо сильнее, чем ваш сын. А нужно более все-таки подробно разбираться с вашим сыном по поводу того, что произошло. Потому что даже если вы передадите ему все, что было мной сказано, все равно ваш сын услышит это через вас, пропустит через призму своего отношения к вам. И это все-таки будет не то. Это все-таки будет не то и должного эффекта, скорее всего, не возымеет. А если мы хотим вашему сыну помочь, то он ему все-таки направит вам ресурсов, чтобы он поработал непосредственно с специалистом, который ему понадобится. И если не получится сохранить эти отношения, которые у него сейчас, то, значит, хотя бы в будущих отношениях он уже таких ошибок не повторит. А что можно только, можно только будет порадоваться. То есть, по крайней мере, ваш сын не испытает вновь вот это вот шоковое состояние, которое у него сейчас становится словно негативно. Негативно сказывается на его здоровье, как психическом, так и физическом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам ответ понравился, делайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok